Скворечники изготавливались, грубо говоря, всем городом. Это были и отдельные участники, это были и целые семьи, и это были и школы, и дополнительное образование. Все старались помочь птицам. И изготавливалось это все специально для того, чтобы разместить скворечники в лесной сказке. Больше 20 скворечников. Такому подарку работники лагеря рады. Столяр Сергей Малек профессиональным взглядом оценивает работы эскетимцев. Люди подошли всей семьей творчески, согласны? Мы собрали из всех, каких только можно было. То есть из того, что они придумали, как будут жить птицы, сделали им даже двухэтажную гостиницу. Но самое главное при изготовлении птичьих домов, говорит Сергей Михайлович, стараться сделать не только красивый, но и удобный для птиц скворечник. В каком будут скворечники жить точно? Вот здесь будут точно жить. Не от того, что там скворец нарисован, понимаете? От того, что это приближено к естественным условиям обитания скворца. Скворец не может жить в бетонных, ему нужно гнездо там свить. Стенки птичьего дома должны быть неотёсанными, чтобы пернатые могли цепляться за них когтями. Естественное для скворцов убежище – это ствол дерева с дуплом. По этому принципу и выбирается самый комфортный скворечник. Идеально правильно сделанный. Вот здесь будут точно жить. Для скворца это как бы он прилетел и нашёл себе дупло в дереве. Птичьи дома готовы к приёму новосёлов. По наблюдениям Сергея Малика, скворцы прилетают в первых числах апреля. Понравятся ли им новостройки – узнаем будущей весной. А победители конкурса на лучший скворечник получат призы 1 июня на детской ярмарке.